Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Зачем веселым и находчивым Центральной Лигой Международного Союза КВН Самара? Сколько российских команд проезжают в столицу Поволжья играть в КВН? Где будут выступать победители Центральной Лиги КВН Самара? В нашей студии Леонид Копичай, абсолютный чемпион Международного Союза КВН, команда КВН СОК, руководитель движения Самарский КВН и Гайдар Шамхалаев, команда КВН Дон Терекон, город Шахты. Леонид, Гайдар, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пришли в нашу студию. Искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Давайте, знаете, с чего начнем, Леонид? Во-первых, предлагаю для начала на «ты», потому что… С удовольствием. Нет проблем? Отлично. Леонид, вот смотри, такой вопрос. Для начала расскажи вот об этой Центральной Лиге КВН Самара. Почему? Потому что движение Самарский КВН, оно очень большое на самом деле. Я, наверное, даже до конца не знаю, вот куда оно дотянуло свое щупальце, но насколько я знаю, 9 лиг существует. Ну, то есть практически охватывают всех. Там от мало до велик, от детей до взрослых. И вот появился новый особый турнир, новая лига. Что это и зачем это? Все очень логично и все очень просто. Всегда, да, звучит поначалу сложно, что за 9 лиг откуда столько всего в Самаре. Но на самом деле все шло поэтапно, поразмерно. С 2005 года новый КВН в Самарской области начиналось все с городской лиги. И потом добавлялись юниор-лига, лига трудовой молодежи для работающих сотрудников. Недавно запустили лигу молодой специалист для студентов колледжей. Развивая регион, переместились и открыли лигу Сызрань новую. В Тольятти играется официальная лига. Ну и мы, естественно, принадлежим большому движению КВН Международного Союза, где есть тоже своя градация. Раньше наша лига была официальной. Что это значит? Это значит, что ТТО поручило Самаре развивать регион внутри КВН. Сейчас, по итогам фестиваля в Сочи, который прошел в январе этого года, оценили высоко нашу работу, за что мы очень признательны. И, наконец, нашей лиге присвоили статус «Центральная». Такой статус имеет всего 10 лиг из 92 в нашей стране. Это значит, что наша лига уже готовит команды к телевизионным лигам, к участию в телевизионных лигах. То есть у нас поменялась задача, у нас поменялось направление деятельности. То есть инкубатор такой? Конечно, да. И в связи с этим, при поддержке администрации городского округа Самары, лично главы города Елены Владимировны Лапшкиной, у нас существует Центральная лига, куда мы приглашаем всю нашу страну, команду со всей страны, чтобы они приезжали, обучались и развивались в КВН. — Классно, Кайдар, тогда вопрос к тебе. Вот город Шахты — это, насколько я помню из географии, Ростовская область. Достаточно далеко. Хотя я бывал в вашем замечательном регионе, когда ездил в Крым. Я большой любитель как бы покататься по стране. Но, тем не менее, это все-таки достаточно далеко. Вот зачем команде из города Шахты приезжать в Самару, играть в КВН, выступать, участвовать в лиге и так далее? Что вас подвигло-то? Расскажи. — Ну, все началось в Сочи, 24-й год, фестиваль КВН. Наша команда не прошла в телевизионную лигу, и нам друзья, которые играют сейчас в высшей лиге, очень сильно настоятельно порекомендовали поехать в Самару, где нас научат, где смогут нам дать то, благодаря чему мы сможем пройти уже в телевизионной лиге. — Хорошие друзья у вас, очень умные. — Они как раз прошли Самарский КВН. — Я прям вижу, как он прям гордится, он прям расширяется, так растет над собой. — Они прошли Самарский КВН, они сказали, что очень сильно Самарский КВН на них повлиял и выстроил их такими, какие они сейчас есть. Они, кстати, стали чемпионами высшей лиги и настоятельно порекомендовали, потому что здесь одни из, как по их словам, одни из лучших редакторов, которые могут найти то, что нам не хватает для того, чтобы попасть в телевизионные лиги. И, собственно, мы послушались их советы и приехали сюда. — Большая вообще здесь у вас группа-то ваша, так сказать, товарищей? Сколько вас туда приехало? Вот команда, сколько человек? — А, наша команда небольшая. У нас шесть человек играющих, помимо администратора, руководителя команды и в целом такой небольшой компании приехали. Но друзей, да, у нас друзей достаточно много. — Просто я вот сейчас вот подумал, ну, оказывается, насколько у нас крутой КВН-то на территории Самары и Самарской губернии. — Мы устали об этом говорить. — Оказывается, сюда едут учиться. — Конечно, конечно. — Смотри, я правильно понимаю, что здесь, вот, друзья мои, если я правильно понимаю, ну, здесь система такая. То есть, с одной стороны, учите, с другой стороны, как бы, то есть, это тренировки и спарринги, да, если спортивным языком выражаться. Тут же у вас идут и игры. — Конечно. — То есть, сейчас идет вот как раз игра, идет сезон игр. — КВН-то интеллектуальный спорт. Да, конечно. В этом и интрига. Иначе никакого образовательного процесса не получится. Должны быть победители, должны быть проигравшие. — Да. Сезон, как и везде, стартует после сочинского фестиваля. В этом году мы сезон открыли 7 марта фестивалем. 90 с лишним команд попросились участвовать в нашей лиге. — Это вот со всей России 90 желающих было. — Слушай, ну 90 невозможно принять. — Невозможно принять, поэтому пришлось отказать многим. 30 команд мы допустили до фестиваля, 24 взяли в сезон. — А по каким критериям тогда, вот давай расскажи, по каким критериям брали? Почему, допустим, вот уважаемую команду из города Шахты вы взяли, а кого-то, там не будем называть конкретно, не пригласили? Вот с чем это связано? — В КВН очень простая градация. Смешно или не смешно? — Ну согласен. Все очень просто. И вторым этапом, если мы говорим уже о Центральной Лиге, о Лиге, которая готовит команда к телевизионным проектам, к участию в телевизионном формате, это нужно смотреть на работоспособность коллектива. Насколько они настроены... — А я думаю, очень смешно или не качественно. — Нет, здесь уже нужно понимать. — Вностовис нужна, да? — Конечно. Телевизионный КВН, он сильно отличается от КВН Зального. Это совершенно другой уровень подготовки, это совершенно другой график подготовки. Это уже не как... Ну то есть за неделю ты там готовишь свои пять минут для телеэфира и в спокойном режиме существуешь, так не будет. У нас было такое, то есть из своей практики могу рассказать, что накануне съемок у тебя убирают конкурс. Вот просто убирают конкурс. У тебя нет четырех минут выступления. Просто нет. Ты ночью садишься, переписываешь его, утром ставишь опять в ноги, в обед показываешь, тебе говорят «хорошо», а вечером ты его снимаешь. Это такой режим... — Ставишь ноги, это в смысле прокатываешь? — Конечно, репетируешь, да. То есть одно дело нужно написать, другое дело раздать текст, выучить, показать, и только потом тебя допустят к съемкам. И вот мы готовим к этому процессу, чтобы ребята учились работать экстремально быстро и максимально продуктивно. — И в стрессовых ситуациях. — Конечно. Для этого у нас существуют редакторы. Редакторы, креативные продюсеры нашей лиги, замечательные ребята, капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин, который имеет богатый опыт и редакторской деятельности, сейчас успешный актер. — Во всех смыслах большой человек. — Да. У него, правда, очень хорошее чутье, очень хорошо настроено понимание того, как выстраивать стратегию команды. И, конечно, в составе редакторского нашего штаба еще два человека, которые воспитанники тоже и Самарского КВН в том числе, участники команды КВН «Самара», которые играли в премьер-лиге. Это Нурлан Кабаков и Семен Крымов. Ребята сейчас работают авторами и пишут очень много для телевизора, для всех федеральных каналов, сериалов, ситкомов и всего прочего. Поэтому опыт у нашего штаба, именно креативного штаба, очень богатый, и он с удовольствием передается ребятам. — Гайдар, вот расскажи, как тогда проходил отбор у вас, то есть как вы сюда попали, ну и вот твои впечатления, чем отличается КВН, кстати, в Самаре от КВНа в шахтах, например, в шахте, в городе Шахты? — Ну, так такого у нас КВНа в шахтах нет. У нас мы... До недавнего времени была одна единственная команда, в последние годы мы сейчас воспитываем молодые команды в нашем университете. Играем ли мы в нашей области, в Ростовской области, есть Донская лига и, помимо этих, близлежащие лиги. В целом, Самарский КВН, здесь очень теплый зритель, это чем отличается... — А что значит? То есть он в смысле, он доброжелательный или он как бы... — Ну, теплый, он, как сказать, это настроенный на позитив. Вот команда выходит, их самарский зритель поддерживает. — Согласен. Мы такие, да. Мы такие, на самом деле. — Если что-то кто-то на сцене, что-то забыл или как-то не так что-то пошло, здесь нет такого, что требовательный зритель какой-то, здесь очень теплый и поддерживающий команды зритель. Отличие Самарского КВН — это, наверное, отношения. Нам с самого начала сказали, здесь будут воспитывать, так сказать, команды, настроенные на победу. Здесь особая система, чтобы команды проходят по сезону, только победители напрямую. Остальные добираются уже по решению редакторского состава, решению руководителей. — Я добавлю чуть-чуть. Игра, этап, допустим, 1-8 финала, играет, например, 7 команд, автоматически в 1-4 проходит только победитель. — Ух ты! — Остальные команды в режиме ожидания. И мы смотрим по результатам игры, кого мы еще добираем. Вот об этом речь. — И это стимулирует, чтобы готовиться к игре на победу, точнее, настраивать на победу, а не как прохождение с 4-го или 5-го места. — Ну, то есть ты выходишь каждый раз настроенный на максимальный результат. — Слушай, вот, кстати, скажи, пожалуйста, такой вопрос, даже, может быть, личный. А отличается юмор в разных регионах? Вот юмор в Ростовской области, вот юмор в Самарской губернии. Вот ты же можешь теперь сравнивать шутки? Может быть, те, которые там как бы хорошо заходят, здесь могут оказаться неуместны. Или наоборот, есть вещи, над которыми там смеяться, здесь смеяться можно, тут не стоит. Ну и так далее. Вот разница есть, нет? — Ну, мы южный регион. — Так. — В целом, я заметил, что, наоборот, Самара очень близка по духу. И многое у нас, много пересечений в плане юмора и попаданий на зрителя присутствует, потому что, ну, зритель реагирует. И понимаю, что зритель очень близок к нашему, к южному. И в целом, отличия, конечно, есть. Все равно мы, у нас какой-то есть там ростовский колорит, как еще сказать. — Ну, здесь, наверное, знаешь, вот с чем связано? У вас Дон, у нас Волга. Наверное, вот может быть, и у вас очень тепло, но у нас тоже достаточно жарко, скажем так. Но у вас, как бы я бывал, да, у вас будет совсем жарко. Может быть, вот это связано? Плюс, конечно, Самара такой многонациональный тоже регион. — Ой, ну, по многонациональности, наверное, Ростовская область преобладает, потому что у нас... — Ну, конечно, это вообще плавильный котел такой, конечно, конечно. — Это же ворота Северного Кавказа, Ростов-на-Дону, поэтому... И там очень много национальностей, много разных народностей. А в Самаре, ну, все равно он, как сказать, очень близок зритель. Мы ездили по разным городам, мы замечали, какой-то юмор может не заходить, просто, ну, не понимают люди. А в Самаре очень близок нам зритель, поэтому, наверное, мы и прошли до одной четвертой. — Гайдар, спасибо тебе за интересную беседу. Сейчас мы посмотрим сюжет. Я тебе желаю искренне, вот тебе, твоей команде, отлично выступить с максимальным результатом. Ну, то есть победить и вот реализовать все свои мечты. Я обязательно приду на ваше выступление. Кстати, когда вы выступаете и где? — 30 мая в «Звезде». — 30 мая в «Звезде». То есть надо пригласить зрителей 30 мая приходить в «Звезду» поболеть за команду КВН «Дон Террикон», город Шахта. Я правильно понимаю? — Все верно. Обязательно в 19.00. — В 19.00 ДК «Звезда» приходите. А сейчас давайте посмотрим сюжет. Ну и спасибо тебе, увидимся. Веселые и находчивые вновь съехались в Самару со всей страны. В сердце по Волжье состоялась вторая игра 1-8 центральной лиги «Самара». Город начал принимать гостей еще в начале года, когда лига получила статус центральный. А в марте стартовало открытие сезона. География участников разнообразна. От Калининграда до Южного Урала. Здорово, что в Самаре объединяет молодежь со всей страны. Это определенная туристическая привлекательность. И я думаю, что ребята с прекрасными отзывами уедут в города и будут рассказывать, как у них в Самаре им понравилось. За выход в четвертьфинал борются 18 команд. Поэтому 1-8 проходит в течение трех дней. В один из них на сцене соревновались три самарские команды. Клевер, Ничего такие, сборная Самарского политеха. А также команды Дон Террикон из Шахтинска, Южный Урал из Башкортостана и Оренбуржья, Стелла Магнетик из Набережных Челнов и столичная команда Таков Путь. Мы уже здесь такие бывалые, так скажем. На самом деле КВН – это уже, наверное, каждый КВНщик скажет, что жизнь – это раскрытие себя, это раскрытие какого-то своего внутреннего потенциала. КВН – это просто кайф. Люди делают то, что они любят, занимаются тем, чем хотят, чем они горят, чем они, возможно, захотят заниматься дальше и находят себя в этой простой, казалось бы, игре. Так как мы действительно хозяева сегодня, одни из хозяев, так сказать, самарского КВНа, мы постараемся своих болельщиков и просто самарского зрителя порадовать чем-то близкому нам, самарцам. Победителем второй игры стала команда из Шахтинска, которая автоматически прошла в четверть финала. А приз зрительских симпатий забрал Южный Урал. Настрой, естественно, боевой. Хотим выигрывать, чтобы дальше в Самару приезжать. Это веселая компания, друзья, единомышленников. Все играют, веселятся. Следующие игры пройдут также в Самаре. Финал состоится в декабре. И в нашей студии новый гость, точнее новые гости, очаровательная Мария Мамошина, команда КВН «Приятное свидание». Вот замечательное название, город Пермь. Мария, тоже предлагаю на «ты» сразу. Конечно, конечно. Нормально? Супер. Отлично. Вот, смотри, вопрос тогда тебе, как представителю команды «Приятное свидание». Вот почему приняли решение тоже ехать в Самару из вашего славного города? Чему хотели научиться и чему вы здесь учитесь? Что здесь вообще происходит? Удивительно, но нам тоже лигу порекомендовали наши замечательные друзья волжане. Мы работали с ними в другой лиге. И вот непосредственно у вас открылась центральная лига и решили, что почему бы и не съездить к вам. А чему учитесь здесь вот сейчас? Как проходит вообще? Как сейчас ваша жизнь проходит? Потому что игры у вас там, ну, не так часто. Вот 30-го числа предстоят, вы будете тоже, по-моему, играть, да? 30-го числа и 7-го июня. Но до этого много свободного времени. Чем вы занимаетесь? Чему учитесь? Ну как? Пишем шутки, готовим реквизит. На самом деле задач очень много. И для нашей команды это новый этап, потому что до этого мы играли только в официальных лигах, а центральная лига – это уже вещь серьезная. И тут подготовка требуется гораздо больше. А вот ты говоришь, ну, другой уровень уже. Вот у вас в городе КВН – это сколько команд вообще? Что он из себя представляет? У нас очень хорошо развито движение КВН. Больше того, скажу, Первая лига телевизионная сейчас проходит в Перми 3 года, посвященная 300-летию нашего города. Вот, поэтому в нашем городе КВН тоже любят, на него ходят, с него смеются. Но тем не менее, я просто к чему веду тогда? Тем не менее, вот вы решили, что полезно приехать, поиграть в Самаре, поучаствовать и поучиться? Да, конечно. Потому что тут в любом случае зал другой, в любом случае хотелось поработать с какими-то новыми редакторами. Вот. И приехали. Кто с вами работает? Дмитрий Колчин. Ага. Да. Из команды КВН «СОК». Ну и твои впечатления? Удивительно. Очень классно работа проходит. Мы вообще в восторге от всего редакторского состава. Он добрый начальник или он суровый начальник? Вот мне просто интересно. Он очень добрый, он очень приятный начальник. С приятным свиданием, приятный начальник. Вот. Вот, Леонид, к тебе вопрос. Такой, может быть, немножко неожиданный. О чем я сейчас подумал? Вот что сейчас происходит на сегодняшний день? Ведь получается, что самарские КВНщики, лучшие самарские КВНщики, своими собственными руками готовят себе конкурентов. Потому что вы как бы, ну, открываете какие-то некие секреты мастерства. Вы делитесь какими-то своими тайнами. Вы, ну, душу вкладываете, по сути дела, вот в этих людей. А потом они будут играть против самарских команд и будут конкурировать. Ну, давай называйте вещи своими именами. Потому что то, во что вы играете, это отчасти спорт. Есть победитель, есть проигравший. Вот тебя ничто не смущает, никакой червячок там не грызет тебя. А я вам просто расскажу, какие сейчас у нас результаты по тем или иным направлениям. И станет понятно. Вот у нас не так давно появилось в стране шоу талантов «Детский КВН». Сейчас он называется «КВН.Дети», который тоже снимается, телевизионный проект показывает на федеральном канале. И действующий чемпион страны – команда из Самары, команда «Перспективочка». Как правило, в сезон набирают 20-24 команды. И у нас стабильно от Самары 3-4 команды детских заходят в сезон детского КВН. Сейчас в Москве проходят съемки премьер-лиги Международного союза КВН. КВН – это на ступеньку ниже от высшей. В сезоне принимает 5 команд из Самары, премьер-лиги, из 24. Ух ты! Соответственно, если мы не начнем готовить команды из других регионов, КВН станет очень неинтересным. Ну, в том смысле, что придется играть самим собой. Нет, на самом деле, конечно, да, система всегда дает результат. Система в Самаре выстроена очень хорошо. Развитие, именно творческого развития молодежи, раскрытие потенциала. Когда мы говорим о чем-то хорошем, когда что-то работает хорошо, этим обязательно нужно делиться. Тем более, куча талантливых людей в нашей необъятной стране, прекрасных дам, классных парней. Все они умные, все они креативные. И что еще нужно умным и креативным людям? Это, естественно, обмениваться опытом. Мы с удовольствием это делаем. Соглашусь. Мария, вот, кстати, чему научилась в Самаре? Научилась. Вот за это время? Делать много задач в один момент. За очень короткое время? За очень короткое время, да, и много задач. А почему вот это необходимо? Ну, потому что приходится выполнять много функций, потому что у нас небольшая команда, и поэтому большой пласт, короче, работы остается. Ложиться на женские хрупкие плечи. В этом суть КВН. КВН воспитывает универсальных солдат. Мы однажды общались с командой, которая делает большие проекты для ивента и прочее. Они говорят, с КВНщиками хорошо работать, но сложно. В каком смысле? КВНщик, он всегда найдет решение. Всегда. На какую должность его не поставь, за что отвечать его не поставь, он всегда найдет решение. Он докопается до истины. Он найдет, как решить проблему. Но это, говорит, и мешает в большой профессиональной среде, потому что каждый должен отвечать за конкретное направление деятельности. Вот КВНщик – это по роду своему человек, который может разобраться в чем угодно, решить любую задачу. Нужен танк до завтра? Хорошо будет танк. Нужна Эйфелева башня? Будет Эйфелева башня. Нужно переписать музыкальное произведение? Ну что ж, тогда я сегодня не сплю. Стоит разобраться немножко в музыке. В этом суть КВН, в этом его уникальность, в этом его, наверное, магия, которая заставляет человека заниматься этим много-много лет и не уставать от этого процесса. Потому что ты всегда, каждый день, ты учишься чему-то новому. Слушай, я знаешь, о чем подумал? В таком случае хорошо бы курс КВН включать в программу подготовки государственных служащих. Неплохая идея, скажу я вам. Неплохая. Потому что, ну это получается, что человек, который прошел школу КВН, он вообще на все руки, и пожалуйста. И, кстати, в военных училищах тогда тоже неплохо бы, кстати. Помимо соревновательной части мы также организовываем и школы КВН, где мы рассказываем, как в него играть, как писать юмор, как создавать команду. Ну и, конечно, мы привлекаем всех, в том числе вертолетное училище также у нас. Кстати, да, Центромский вертолетное училище принимает участие в нашей лиге уже не первый год. Замечательно рекламирует свою профессию, замечательно показывает, какие могут быть прекрасные, веселые и интересные военные люди. Это всегда на зал, на девочек, производит большое впечатление, когда люди в форме выходят красивые, с красивой подготовкой, еще и шутят. Это все очень здорово. Не, ну, конечно, креативное мышление, скажем так, это вот способность нестандартно мыслить, она, на самом деле, в любой профессии необходима. Она вот, ну, это я безусловно. Кстати, Мария, вот на что настраиваетесь команда, я имею в виду? План какой? Глобально или в рамках центральной лиги? И тактически, и стратегически, и на короткую дистанцию, на длинную дистанцию. Вот сейчас, Самаре, на что настраиваетесь? Только на победу? Мы настраиваемся на хорошо проведенное время, в первую очередь. Это же приятные свидания. Конечно, на получение опыта, и потом уже, в третью очередь, на победу. Было бы славно, как приятный бонус получить победу. Но опыт, который мы тут получаем, гораздо ценнее. Так, то есть, как бы победа, на самом деле, для вас не главная? Главное – опыт. То есть, путь – это как это? У самурая нет цели, есть только путь. Да, все так. Кстати, Леонид, вот у победителей какие перспективы? Вот тот, кто сейчас победит, вот дальше он куда? То есть, какой может быть великий сладкий приз? Великий сладкий приз, как всегда, как мечта любого солдата стать генералом, мечта любого КВНщика – это, конечно, высшая лига. На данном этапе, вот 30 мая и 7 июня, у нас игры 1-4 финала Центральной Лиги. В 19.00 в КРЦ «Звезда» – бомбическое шоу. Все приходите в наших социальных сетях, легко нас найти. Есть вся информация, как туда попасть. Сейчас, как и в предыдущих этапах, мы отбор проводим жестким образом. В следующий этап, в этап полуфинала, проходят только победители. Плюс, сколько-то команд мы отправим добором. Этот сезон закончится в декабре. Победитель Центральной Лиги на Сочинском фестивале, который ежегодно проходит в Сочи в январе, и с него стартуют все сезоны всех лиг КВН в нашей стране, победитель Центральной Лиги имеет все шансы попасть и в Высшую Лигу, в том числе, и в Премьер-Лигу, то есть в четыре главных лиги нашей страны. Это, наверное, самое главное, что может получить команда – получить багаж нужных знаний для того, чтобы попасть в Телевизионную Лигу. Ну что ж, вот мне подсказывают, время программы незаметно подошло к концу. За приятной беседой. Большое спасибо за классный разговор. На самом деле, вы очень позитивны. Я вот просто чувствую, как от вас энергия идет. Я сейчас вот прям выйду отсюда, прям буду весь кипеть аж энергией. Обязательно увидимся 30 мая и 7 июня в КРЦ «Звезда». Я желаю искренней удачи всем участникам. Ну а там пусть сильнейший победит. Ну и, собственно говоря, Клуб веселых и находчивых, он вечен. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Леонид Копичай. Абсолютный чемпион Международного союза КВН, команда КВН «Сок», руководитель проектов движения «Самарский КВН» и Мария Мамошина, команда КВН «Приятное свидание». Ну и я напомню, великий Голлсорсе когда-то говорил, что юмор для человека – это то же самое, что аромат для розы. Поэтому благоухайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин